Дейзи, модель 25, ружейная классика, классика американской пневматики, бренд Дейзи вообще японский, теперь в Китае, в принципе сейчас все в Китае. Обычная информативная коробка, стреляем стальным шаром, источник энергии не требуется, то есть это по сути спринг, и сколько тут? 350 фейписов, это скорость, ну делим на 3, получаем нашу скорость. Плюс сама инструкция практически у вас перед глазами. Кстати, здесь вот хвастается то, что это модель 1914 года, очень давно ее производят. Комплект, коробка, так себе коробка, потому что винтовку туда обратно не засунешь, и мануал. Мануал без русского языка, но на коробке все инструкции есть. Сама винтовка, давайте посмотрим на нее на столе, для контрастов. Очень простая винтовка, материалы дерева, дерево, практически все сталь, потому что штамповка, и сложно штамповать не сталь, думаю многие догадываются. Спусковой, видимо из металлического сплава, вряд ли он магнитится, не магнитится. Предохранитель здесь находится, предохранитель пластиковый. Прицельный регулируется, но регулируется только целик. Целик у нас двойной что ли, тут прям есть типа биатлонного прицела. Прямо на барабане у нас есть ряд надписей, где произведена какого года модель, что за модель. Тут отверстие с надписью oil here, то есть здесь пружину можно смазывать, не разбирая винтовку, прямо сюда в это отверстие заливаем. Но много не лейте, разумеется, и мини-инструкция, как что делать и как заряжать. Кстати, о зарядке. Отмечу оригинальность конструкции. Да, это магазин. Такая стальная деталюга. И всем нам знакомый, наверное, по бюджетным пистолетам и винтовкам магазин. Необходимо зафиксировать. Зафиксировали. И с обратной стороны просто засыпаем стальные шары. Боезапас довольно большой. Стоит рассказать про стальные шары. Дешевая. Отличная проникающая способность. То есть стекло из жестянки он прибивает спокойно. Дешевизна, разумеется. В чем проблема? Косенькие. Но для развлекательного оружия вполне себе ничего. Возвращаем магазин на место. А, не забываем, конечно же, про пружины. Заправка очень легкая. Справится даже ребенок лет с 50, наверное. Винтовка, в первую очередь, позиционирует себя, как винтовка для новичков, для обучения. Поэтому очки обязательно, потому что безопасность важнее всего. Как производится стрельба? До какого-то полудробовика. То есть можно довольно шустро стрелять. Вызводится несложно. То есть 10-летний ребенок точно с винтовкой справится. Гораздо лучше, чем... Гораздо проще, чем модель, которая была со скобой Генри. Какая-то у нас модель была. Модель Carbine, по-моему. Давайте замерим скорость. Частные 350 феписов оружие выдает. Данная скорость комфортна на дистанции до 10 метров. В первую очередь, это обусловлено, конечно же, боеприпасом. Можно ее, наверное, тюнингануть. Но есть ли смысл? Скорее, просто для плавности хода. Как я уже сказал, подойдет для занятия с ребенком. Он 10 лет. Но также стоит отметить, что это не просто винтовка. Это просто культ пневматического оружия. Поэтому, если вы увлекаетесь или коллекционер, одну такую можно в коллекцию заиметь. Благо, стоит она очень недорого. Также стоит отметить легкий взвод. Кстати, спуск. Я закрою глаза. Нет. Все равно использую очки. Ступеньки нет. То есть, сразу проваливается спусковой. Но усилие небольшое. Небольшой ход. Холостой. Ну, для такого бюджета достойный спуск. Не забывайте про наши социальные сети. Там регулярно происходит раздача призов и дополнительный контент. И подписывайтесь на YouTube-канал. Вы нам сильно этим помогаете. Заранее спасибо. А, промокод. Кризы, все дела. Экономьте с помощью скидочного промокода. Субтитры сделал DimaTorzok